Среди действующих спасателей Беларуси девушек нет. Они не тушат пожары, но с большим удовольствием и самодачей занимаются спасательно-пожарным видом спорта. Примером тому будет Полина Кушниренко. Школьница, два года как выступает за команду из Гомеля. Именно она и привлекает девушку. Здесь каждый спортсмен борется за секунды и даже за доли секунды, которые будут засчитаны в общую копилку. Здесь каждый что-то стоит и каждый по-своему сложный. Для меня самый любимый вид спорта – это штурмовая лестница. Два года назад я стала чемпионкой мира и установила республиканский рекорд. Мне очень хорошо дается этот вид спорта, так как я его люблю, полюбила всей душой. Стометровая полоса тоже любимая, но выполняется она сложнее, так и там больше нужно преодолевать. Вернемся, пожалуй, к самому сложному и в то же время захватывающему. Стена высотой примерно четырехэтажное здание – это около 12 метров. Регламентированного времени на выполнение этого задания по сути нет. Чем быстрее, тем лучше. Здесь нужна скорость, чтобы очень быстро добежать до стены и сила, ведь в руках участников нелегкая лестница. Да и взобраться на самый верх без посторонней помощи не так-то и просто. Ну и, конечно, выносливость. Без этого в любых соревнованиях никуда. Этот забор высотой почти в два метра – одно за испытание для спортсменов. Для обычного человека, не подготовленного, например, для такого, как я, перелезть, его будет довольно сложно, а вот для участников этих соревнований это делается всего лишь за пару секунд. И причем, что это не самое главное испытание. Помимо вышесказанного, лучших выберут в преодолении стометровой полосы с препятствиями и вдвоеборье. Пожарно-спасательный спорт, говорят участники, хорош тем, что в нем можно ставить цели разного уровня. А поскольку он командный, можно быть лучшим в каком-то одном испытании и в нем же достигать вершины. На данный момент до летнего чемпионата осталось не очень много, буквально 2-3 месяца. Поставить рекорд в преодолении стометровой полосы с препятствиями на улице в летнее время – одна из таких близких целей. А дальше уже на чемпионате мира. Но на это надо работать. В соревнованиях участвуют 9 команд со всей страны. Среди них 2 университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Ребята, которые в будущем станут спасателями. А значит, у них серьезный уровень подготовки. Но соревнования для того и нужны, чтобы не только показать себя, но и посмотреть, на что способны другие. К примеру, регионы ничуть не хуже, чем специализированные команды и здоровая конкуренция есть. Я думаю, что это Минская область и Минск – это главные конкуренты. Ну, потому что у них, во-первых, база хорошая, много тренеров, у них больше возможностей тренироваться. Многое зависит от тренировочной базы. К примеру, спортсмены Гродненского региона могут заниматься в учебно-спортивном комплексе. Он был отремонтирован и оснащен необходимым инвентарем в январе этого года. Практически сразу после сдачи решили провести республиканские соревнования. Среди судей – профессионалы лучшие в стране в этом виде спорта. Пробежать всегда, я не буду говорить, что легко, очень тяжело, но переживать и болеть, когда ты не сам бежишь, а кто-то бежит за этого человека, вдвойне, наверное, переживательно и тяжелее. По участнику, когда он бежит, я уже вижу на дорожке, по его взгляду, на какой результат он готов, в принципе. Потому что человек относится к своему результату, к тому, что он сделал перед соревнованиями, как потренировался, как себя подготовил. Конечно же, всех уважаю, у всех такая злость должна быть спортивная. На дорожках все они соперничают, вне дорожки, конечно, все дружат, помогают друг другу, а эти 10-15 секунд, которые бегут, конечно, все соперники. Соревнования по пожарно-спасательному спорту в Гродно будут проходить три дня. Каждый день судьи подводят предварительные итоги, но конечные результаты команду победителя назовут 4 марта после финальных забегов. Кстати, именно они могут многое определить. Яна Мельниченко, Андрей Шиповалов, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова